Марафон В конце лета В начале осени Результат будет Это наше безумие красок В цветниках Когда мы займемся с вами цветоводством И вот постоянным зрителям Моего канала Марина Цветы Я надеюсь вы уже привыкли К моим таким видеобеседам Я даю задания Уже наверное напутствующие И не последние Конечно В период такого покоя нашего Что вам нужно быстро приготовить И если вы мне доверяете Сегодня у нас будет Видеозадание снова Для подготовки К садово-огородному периоду Обращаю все таки Ваше внимание на необходимость Следующих предметов Нам обязательно нужны Вот такие общие тетради Ежедневники Так называемые Вот я вам часто советую Вот такой блокнот Который имеет определенные закладочки Вы здесь можете Вот открыть первую закладочку Например Обознать, что это ваш цветник Огород, сад Может быть опрыскивание Борьба с болезнями Или какие-то нюансы Вы можете завести Достаточно большую Вот такую энциклопедию Если вы заинтересованы Передать свой опыт Своим детям, внукам Или поделиться с кем-то близким Вы можете завести Достаточно объемные Такие тетради И делать здесь записи Даже по месяцу Например Что мы можем сделать в январе Вот как в данном случае Вы можете здесь написать Будущему поколению Подготавливаем семена Подготавливаем контейнеры К рассаде Закупаем препараты Для борьбы с болезнями То есть вы можете сделать Вот такой бесценный Бесценный Действительно Такие записи Для того, чтобы Ну еще на протяжении Многих-многих лет Самим пользоваться Потому что мы имеем Тенденцию забывать Иногда Чем мы пользовались Какими-то препаратами Особенно мы забываем Какие мы сорта покупали Овощи Это все Вы должны Подготовить сейчас Для того, чтобы На протяжении всего Дачного периода Скажем так Делать записи Которые будут Ну очень нужны Вам на протяжении Многих лет Это достаточно Такие Объемные Тетради Книги Я вот уже Завела просто Обычную общую тетрадь Я в ней сделала Смотрите Вот такие вот Уголочки И я уже Здесь пишу Свои планы Даже то, что Мне нужно Поехать на рынок Вот в этот блокнотик Я переписываю Что мне нужно купить Например Огурцы Или питонию Мне надо купить Или какие-то сорта помидор Которые я вот прочитала в интернете Меня заинтересовали Вот обычная общая тетрадь Которая уже поделена На такие вот у меня Сегменты Разделы Ну это у меня Будет принято Такой способ записи На моем втором канале Который называется Домашний очаг с Мариной Этот способ Я буду рекомендовать Для ведения Домашнего хозяйства Ну в связи с тем Что сад, огород Это тоже наше хозяйство Поэтому на канале Марина цветы Я практически Рассказываю Этот же способ Который у нас На другом канале Все мои зрители Ведут такие ежедневники Контрольные журналы Но сейчас Мы в данном случае С вами говорим Об огородничестве Цветоводстве И садоводстве Это обязательно Вы должны сейчас Вот в конце января Подготовить Сделать вот такие закладочки Или вот разделить тетрадку Ну вот что вас интересует Цветник например Помидоры Баклажаны Вы здесь будете записывать Даже какие-то советы Которые вы в интернете нашли Может быть то Что вам передалось Еще с поколения в поколение Поэтому это Обязательное Такое руководство Которое должно вас сопровождать На протяжении этого года И предыдущего Если вы хотите Самоорганизовать себя Прежде всего И получить действительно Хорошее урожай В конце лета В начале осени Это мы заводим Обязательно Должен быть Вот такой маленький блокнотик Который ходит с вами Гулять на рынок Или в садовый центр Вы здесь записывайте Например Что вам нужно купить Вот в ближайшее время Например Семена Которые мы уже Вот-вот Будем высевать И вместе с тем Чтобы не было Очень накладно Вы можете написать Купить минеральное удобрение Например Там Азотистое Калийное Фосфорное Сейчас это Не накладно вам будет Когда еще нет Таких больших затрат И более того По весне Какое-то определенное удобрение Вы можете просто Уже не найти Может быть Вы здесь Запишите Купить сидираты У меня есть видео О сидиратах Очень интересное И вы Когда придете В садовый центр Вы увидите Например Семена горчицы Или семена ржи И у вас уже Этот блокнотик Который ходит с вами гулять У вас уже записаны Те моменты Которые Вы должны Подкупить Вот до весны Лета Ну на протяжении Всего периода Нашего Потому что В голове Вы ничего Не удержите Первое А во вторых Не всегда В кошельке Достаточно денег Для того Чтобы поехать И закупить Все сразу В конце января Я все-таки Вам советую Достать свои Закрома Конечно Мы любители Очень любим Сами Собирать семена С овощей С цветов Мы их храним В определенных Видите Коробочках Пакетиках И вот на протяжении Оставшегося времени До посева И посадки Рассады Когда будет Действительно Времени у нас Очень мало Нужно это все Пересмотреть Пересмотреть коробочки Вспомнить Какие семена У вас У меня есть Видео О сроках Хранения семян Тоже вы можете Посмотреть И посмотреть Годны ли ваши Семена Особенно Об огурчиках Обратите внимание Не спешите Их выбрасывать Потому что Огурчики Набирают силу После После того Как вы Минимум 2-3 года Похраните У себя Вот в шкафу И вот тогда И вот тогда Вы можете Получить Очень хороший Результат Поэтому Пересматриваем Сейчас Все свои Семена Сейчас У меня тут Техническая Проблема Получилась Это все Мы садоводы Любим Собирать Свои Семена Посмотрите Пожалуйста Видео У меня есть О сортовых Овощах И о гибридных Это тоже Вам будет Интересно Я рассказываю Что сортовые Овощи Мы с удовольствием Собираем Семена На гибридные Конечно Здесь Они не дают Нам потомства То же самое Переберите Все свои Цветочные Пакетики Может быть Вы в этом году Что-то хотите Посадить Эксклюзивное Какую-то Изюминку Вот у меня Есть Эненария Приморская Я вместе с вами Буду ее высевать На рассаду Ее можно Сразу И в грунт Но я вам покажу В стаканчиках Как я ее выращиваю И я буду создавать Такую Очень красивый Серебристый Бордер Это действительно Как морская пена Или как Прибрежная волна То есть Вы тоже На вот такие Нюансы Заблаговременно И записав Обязательно В свои Ежедневники Скажем так Контрольные журналы Вы можете Обновить Какие-то Семена Ну вот За огурчики Я вам сказала Можете Вспомнить Где у вас Какие-то Старые сорта Остались пакетики Может быть Вы разочаровались В каком-то сорте Но эти пакетики Вы не выбрасывайте В них очень хорошо Храните Семена Следующего года Они Влагонепроницаемы Вы их подпишите И вот так вот Вкрутите Ну Я показала Вам все свои Закрома Которые я здесь Храню Здесь вот И помидоры Я собираю И в этом году Конечно Я буду Добавлять Новые сорта Ну вот Сейчас у меня Есть время Все это Пересмотреть Качество Конечно Дописать Все что я бы Хотела Добавить В этом году И Сейчас Действительно Я вам еще Буду давать Задания Я очень хочу Чтобы вы Это сделали Если вы Это сделаете Поставьте мне Класс Потому что Я На своих Каналах Действительно Учу вас Самоорганизации И вот Я очень прошу Чтобы в оставшееся Время Вы навели Порядок В своих Книжных шкафах Интернет Это очень хорошо Но я знаю Что у вас Очень много Есть Бесценные Журналы Вот такие Буклеты По Огородничеству Бывают Календари Вот в этом году Вы купили Пожалуйста Наведите Порядок В книжных шкафах Все что у вас Есть Связано С садом С огородом С цветоводством С розами С луковичными Приведите Это в должное Состояние Отведите Отдельную Полку Или на полке Отдельное место Вы получите Большое удовольствие Перелистываю Старые журналы Которым 10-15 лет Там действительно Бесценные советы И найдите Достойное место Организуйте Всю эту литературу По саду Как я вам сказала У вас еще Время достаточно Есть Полистать их И пожалуйста Наведите порядок Именно Литература Которая Предназначена Для сада Для огорода Может быть Я очень категорично С вами Но время Меня поджимает Мои постоянные Зрители Уже знают Манеру Моих бесед Поэтому Это все Неспроста Это только Для того Чтобы облегчить Вам В будущем Ну вот Получать Такое удовольствие От сада Огорода И от цветов И теперь Напоследок Я хочу Вам порекомендовать Особенно Кто занимается Какими-то Эксклюзивными Сортами Ну вот В данном Случае Я вот Вам хочу Показать Питония Сурфиния Которую Я выращиваю На своих На своих Клумбах В своем Возоне Здесь Конечно Мы все Фанаты Любители Сурфинии Питонии Это Отдельный Мир Это люди Очень уникальны И Мы В основном Выписываем По интернету Эти сорта Нам В протяжении Многих лет Выборочно От чего-то Отказываемся Чему-то Преддаем Предпочтение Даже не по форме Шапки Шара Который Получается При Выращивании Сурфинии А даже Как Сурфиния Реагирует На влажную Погоду И на протяжении Многих лет Вот такие Пакетики Конечно Мы не выбрасываем Потому что Здесь названия Все Очень уникальные Сорта Очень эксклюзивные Сразу хочу сказать Они очень дорого стоят Эти Семена Буквально Поштучно Они продаются Вот в таких Вот капсулах Вот в таких Капсулах Здесь буквально Может быть 5 Максимум 10 штучек И вот В данном случае Для цветоводов Которые Любят Эксклюзивную Такую Может быть Растение Или экзотики А конечно И для огородников Мой совет Будет бесценный У каждого В семье Есть так называемые Фотоальбомы Которые уже Или пришли в невгодность Или мы ими Не пользуемся А может быть Вы подкопите Новый альбом Специальный Вот для таких целей Посмотрите Как я организовала Свой альбом Именно Скажем так Ну и не эксклюзивного Цветоводства А для того Чтобы все время Контролировать Ситуацию На рынке цветов И вот Я В альбом Фотоальбом Посмотрите Выкладываю сорта Ну вот в данном случае У меня Сурфиния Но я обязательно Расположу И пакеты Помидор Огурцов Баклажан То есть все то Что для меня Действительно ценно И то что я использую В этом году Здесь есть Достаточно места Для того чтобы Вы могли сделать Какие-то Коротенькие записи Я еще раз хочу сказать Что и через три И через пять лет Вы откроете Ну вот в данном случае Как по цветоводству Я уже четко знаю Какие я Сурфинию Буду покупать В этом году От каких я Откажусь А есть Питонии Которые я собрала Сама Семена Для меня Это был Бесценный опыт Вот Я собрала Мелкие-мелкие Семена Питонии Вы знаете Они имеют Прекрасную Схожесть Прекрасную Схожесть И я настолько Рада То что я Покупала Буквально По зернышкам Но обращаю Внимание Что это Очень редко Чтобы питония Сурфиния В данном случае Давала Семена Ну мне вот так Вот повезло Такое было Опыление Поэтому Вот это Это тоже У меня Все Будет Храниться Вот в этих Пакетах Пожалуйста Прислушайтесь К моему Такому Необычному Скажем так Совету Расположите Здесь Свои Помидорчики Свои Огурчики Даже вот Может быть Салат Который Вас Ну действительно В этом году Тоже порадует Который Быстро Всходит Дает Такую Кудрявость Вкусовые Качества И вот Такие Вот У вас Фотоальбомы Которые Уже Ну вряд ли Мы Будем Пользоваться Потому что В основном Уже Все на Компьютере У нас На дисках И вот Мы Сейчас Должны Это Все Применить В нашем Садоводстве Огородниче Я Очень Много Провела С вами Видеобесед Постаралась Вас Прежде всего Самоорганизовать Для того Чтобы у вас Не было Переполоха Так называемо Чтобы вы Работали С душой С настроением Чтобы вы Медитировали Перед посевом Перед посадкой Потому что Это все Отразится На нашем Результате И Заостряю Ваше внимание Снова На то Что у меня Создан Плейлист Лунного Календаря На протяжении Всего года Каждый месяц Я вам Буду Озвучивать И время Посадки И Пикировки И высадки Рассады В теплицу И в грунт И обработки Растений И от болезней И обрезка сада Но по вашим Просьбам Я его Выпущу Немножко Раньше Я выпущу В конце Января Для того Чтобы вы Все Имели Возможность Записать Даты Январские Которые Допустимы Ну Лучше Использовать При работе С семенами И с Рассадой То есть Попробуем Этот год И организовать Себя так Чтобы получить Максимальный Результат Я очень рада Встрече с вами Спасибо Что вы были Со мной Февраль месяц Будет уже Полностью Посвящен Семенам Рассаде А второй Мой канал Домашний Очаг С Мариной Будет предназначен Для самоорганизации Дома Быта И сада И огорода Я постараюсь Все это Объединить Для того Чтобы У вас везде Был достойный Порядок Чтобы вы Себя не чувствовали Загнанной лошадью И получали Удовольствие Вы И ваши Домашние От того Какая жизнь Какой мир Вас окружает Еще раз Благодарю вас За то Что вы были Сами Удовольствие